Это бесполезно считать. Но мы не увидим, потому что за блоками еще сидят собаки. Собаки не привиты, собаки не стерилизованные. Где-то 20, а может и 30 собачьих глоток днем и ночью надрываются за забором небольшого участка в коттеджном поселке Ясаулова-Сити. Не такого соседства в своей загородной жизни ждали десятки местных домовладельцев. Акустика в открытом поле отличная, но самое страшное даже не звуковая атака. То ли приют, то ли пункт передержки огражден от людей только покосившимся забором и досками с торчащими гвоздями. Даже никого в поле нет, чистое поле, они сидят и разрываются. Больше всех страдают Алина с мужем. Соседи стихийной псарни. Третий год спят в берушах. Переехали в поселок, когда шумного соседства еще не было. Пару лет назад мужчина, который называет себя зооспасителем, начал строить дом и поселил на участке бездомных псов. Но стройка остановилась. Люди уверены, сейчас участок используется не по назначению. Уже обращались в ветнадзор, в Росреестр и администрацию Березовского района, но собак меньше не стало. Хотя мужчина уже получал предупреждение от сельской администрации. Я живу вот в мой дом и, получается, мой сосед устроил какой-то приют, не знаю. Вот когда начинаются огороды, мы с мужем прям перекрикиваемся, чтобы услышать друг друга. Я ни разу не видела ни ветеринара, ни чтобы он куда-то собаку возил, что-то с ними делал. Собачьи фекалии из-под забора начали вытекать на сельскую дорогу. Часть жильцов настроены уже решительно и даже не против эвтаназии. Остальные жалеют собак и боятся. Страшно. Они вот от малого, от щенят, до вот таких огромных псов. Вы видите, какие они там. Зимой, когда они под открытым небом ночуют, в морозы лютые, они просто едят этих щенков. Питания, которое им обеспечивает хозяин, недостаточно. Раз в день, поздно ночью он приезжает их кормить. В этот момент весь поселок стоит на ушах. Это примерно 23 часа ночи. Что они пьют? Я не знаю, что они пьют. Может быть, зимой, конечно, понятно, что снег едят, а что летом? Я не знаю. Жара была в прошлом году. Бедные собаки, они даже не лаяли. Красноярские зоозащитники частично в курсе ясаульской проблемы. Но решить ее по закону ой как непросто. Активисты готовы помочь мужчине со стерилизацией его поголовья. Предельное количество домашних животных определяется с учетом возможности владельца обеспечить им условия. К сожалению, такие ситуации далеко не редкость. Но в каждом случае нужно разбираться индивидуально. Возможно, люди просто не рады соседству с собаками. А возможно, есть действительно факт недлежащего содержания. На мой взгляд, ситуация здесь неоднозначная. С одной стороны, я понимаю соседей, которые жалуются на лай собак. Но с другой стороны, эти собаки не бегают по улицам. Насколько мне известно, этих собак мужчина завел не специально, не целенаправленно, но просто спас. Жители, правда, уверяют, собаки пару раз якобы делали подкоп и сбегали. Сейчас дыры внизу забора заделаны кирпичами и плитами. Но часть псов могли сбиться в дикие стаи. Вот женщина кое-как дошла до сюда со слезами, пока мы вас ждали. Шесть-семь штук я насчитала. И одна здоровая, прям, ну, овчарка, наверное. Она прям летит на меня, я напугалась. Котов подрали, коты пропадают. Как нам быть? Мы боимся за свою жизнь, за жизнь детей. Мы живем на земле, мы хотим гулять, дышать свободно. Следит за своей стаей мужчина через камеру наблюдения. Когда увидел, что возле участка работает наша съемочная, сам прибыл к нам навстречу. Рассказывает, приехал с севера, оттуда же привез собак. Мечтал с женой сделать здесь официальный приют. Но не вышло. Законы оказались жестче, чем он думал. С кормежкой у меня все в порядке. Каша, котлеты, гречка. Говорят, что опилками кормите. Вы сами будете опилки есть. Ну и собаки так же. Почему их тут много? Потому что это все подобранные больные, вылеченные. Мы взяли другой участок. То есть там уже земли сельхозназначения. Тут ни инфраструктуры, ничего. Пытались строиться, каждую весну топят. Хотел собачники поставить. Жильцы никогда довольными не будут. Собаки молчат. Пока кто-то... Вы сами доверите тому, что говорите. Я живу через пять улиц. Мы не спим ночами. Я взял новый участок. В другой стороне. Это все пустые ваши слова. Обещаниям соседа жильцы уже не верят. Говорят, что это не первая история о возможном переезде. И на днях сюда должны приехать специалисты из администрации Ясаульского сельсовета, чтобы зафиксировать всю эту ситуацию. Но пока собаки лают, соседи тоже молчать не намерены. Обратите на нас внимание, потому что мы уже устали. И мы устали, и собак жалко. Анастасия Цыганова, Илья Гришан. Новости Прима.